С утра до вечера специалисты городской администрации обходят квартиру за квартирой дома по улице Грунтовая, 28А. На каждую квартиру заполняет протокол, что успел сделать застройщик, что осталось доделать для того, чтобы она была пригодна для жилья. Рабочая группа была создана по поручению мэра, который на прошлой неделе встретился с обманутыми дольщиками. Их, кстати, тоже включили в состав группы. Татьяна Галеева исследует квартиру вместе с сотрудниками Управления капитального строительства, архитектуры и Департамента финансов. Все эти обмеры включают в единый план, который совместно с дольщиками и также с властями к единому мнению подошли. То, что сейчас мы, в общем, все это записываем, чтобы все было в полном объеме выполнения работ следующих на будущее, которые предстоят, надеюсь. Строительство дома началось 12 лет назад, но первый застройщик Красноярец Плюс обанкротился и многоэтажку взялась достраивать другая компания Сибстроинвест. Ей разрешили построить не 10, а 17 этажей и возвести еще два подъезда недалеко от первого дома, так называемая вторая очередь объекта. Но и новый застройщик теперь тоже в стадии банкротства. Строительство второй очереди так и не началось, а покупатели квартир в двух дополнительных подъездах оказались обманутыми дважды. Всего два подъезда. Это две блок-секции. Наталья Хайдарова одна из таких дважды обманутых. Когда решила купить квартиру в Долевое, риэлторы привезли ее в уже построенную коробку, где началась отделка. И пообещали, скоро она отпразднует новоселье. Когда деньги были внесены, договор подписан, выяснилось, квартира Натальи в тех самых подъездах второй очереди. И таких историй десятки. Потом, если бы меня его привезли и показали тот участок, естественно, мы бы наличку никогда не заплатили. Тем более, из них 800 тысяч было долго. Но никогда бы не взяли. А то, что нас привезли и показали почти готовую, мы без сомнения заплатили. Сегодня пошел уже десятый день, как под стенами дома разбит палаточный лагерь. После встречи с властями дольщики прекратили голодовку, но сворачивать лагерь не собираются. Специалисты по оценке оставшихся работ будут работать на грунтовой до середины сентября. Потом станет ясно, сколько денег нужно на достройку. Тогда же власти будут решать, где брать средства. Дольщики обещают не сворачивать лагерь до победы. Дмитрий Пименов, Андрей Ткачуков, Фонтова новости.